Солнечным январским днем состоялась торжественная церемония установки купола и креста на храм святого благоверного князя Дмитрия Донского в поселке Капканы. Восстановление храма и вера в то, что в скором времени святое место получит новую жизнь, вот что объединило всех, кто принял самое непосредственное участие в благоугодном деле. Жители поселка Капканы сюда в течение 12 лет приходили на службу, но обычный прохожий еще неделю назад вряд ли сказал бы, что это обитель Божья. Я хочу выразить свою признательность жителям села, которые помогли в возведении купола на храм. Они своими, как говорится, свои кровные копеечки принесли сюда в церковь, не потеряли веру в Бога, не потеряли веру еще в наше духовенство. И с Божьей помощью собрали необходимую сумму для того, чтобы воздвигнуть на этом здании купол. Так как здесь уже 12 лет совершаются богослужения, а вида тому, что здесь церковь, фактически не видно было. Хочу выразить свою признательность общественной организации «Народная рада» во главе с Глуховым Степаном Васильевичем, который является также алтарником нашего храма, который также принимает полное живое участие во всех делах нашей православной церкви. Мы надеемся с Божьей помощью, что наши прихожане и дальше будут способствовать развитию нашего храма, чтобы над поселком Капканы в скором времени разлился колокольный звон. Храмы на Руси всегда возводились всем миром, и принять в этом участие считалось делом важным для православного человека. Каждый верующий, который внес лепту в восстановление Божьей обители, отдал частичку своей души. Заручившись поддержкой Степана Глухова, начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Керчи и Ленинского района, народного депутата Валентины Лютиковой, сельчане приступили к восстановлению храма. Первый и самый важный шаг – установка купола и православного креста. Для этого на колокольню храма Дмитрия Донского была вызвана специальная техника. Продолжительное время заняла подготовка подъема столь тяжелого груза. Но в итоге огромный автокран благополучно поднял купол и крест на вершину храма. Я также хочу присоединиться к словам отца Сергия и поблагодарить прихожан храма благоверного князя Дмитрия Донского за посильную помощь в возведении купола над храмом и выразить благодарность народному депутату Украины Лютику Валентине Ивановне за помощь ее стороны также в возведении купола. И пожелать всем здравия и долгих лет жизни. С Божьей помощью и стараниями тех, кто не безразличен к духовному наследию предков, храм святого благоверного князя Дмитрия Донского обрел главное орудие спасения – православный крест.